Дорогие друзья, приветствую вас на своём канале. С вами я, Зоя Климёк. Олег Табаков. Олег Табаков – актёр, режиссёр, руководитель театра. Не так давно ушёл из жизни. Хочу посмотреть «Матрицу его судьбы», так как его имя, его фамилия нигде и никем не произносилось, кроме его жены, кажется, Марина Зудина. Она встала на его защиту, что якобы Проклова его обвинила в сексуальных домогательствах. Лично я не слышала этого Проклова. Момент или же имя обидчика умолчало. Я хочу посмотреть «Матрицу». Итак, Олег Табаков. Что касается в целом личности, то это человек, который не желал бороться со своими низкими инстинктами. Его по жизни одолевали кошмары, обольщения. Проявлялись некие тайные препятствия. Вообще создаётся впечатление, что его пытались сбить с истинного пути. Что касается влияния социального вообще на жизнь, то было опасно. Обострялось чувство подчинённости, то есть слишком обострялось чувство подчинённости. Собственного и чужого несовершенства. То есть это тоже была проблема. Сильно действовал какой-либо настрой. Это такой актёр. Это хорошая матрица актёра. Что касается влияния бытового на Матрицу, его жизни, то Матрица говорит о том, что для брака он не был приспособлен, но это человек-путешественник. Что касается мистики, то она и всю жизнь шла с ним бок о бок. Для него, я думаю, что это больше актёрский такой посыл. Много было обмана, интриг, махинаций. Надо было по жизни практиковать очистку тела, разума. Для него сильно очень было, или же в нём было сильно развито подражание. И способность перевоплощения и смена образов. Это актёрское, это всё актёрские моменты. Ему нельзя было планировать, нельзя было вешать ярлыков, ну, каких-то, может быть, кличек или ещё чего-то. Всю жизнь надо было работать со своими дурными и нечистыми мыслями, развивать объективный взгляд на мир. Не субъективный, а объективный. Стараться видеть или же увидеть себя со стороны. Надо было отказаться от иллюзий, от низменных инстинктов. Да, дорогие мои, это есть низменные инстинкты. Есть указание на то, что окружающая его действительность являлась как бы зеркальным отражением его внутренней сущности, его помыслов, его поступков. Но здесь можно сказать сразу, что каждый из нас заслуживает своё зеркало. Один кривое, другой ровное и чистое. Третьему как будто в глаз попал зеркальный осколок. Поэтому он не видит и всё предстаёт в искажённом образе. Словом зеркало, в данном случае зеркалом является память, являются некие отзывы, дифферамбы. Ну, высокопарно, конечно, я об этом говорю, но в этой среде, в актёрской среде, в среде шоу-бизнеса, к сожалению, это приветствуется. На что хочу обратить особое внимание, так это на то, что в медицинском отношении у него было очень много болезней. Очень много болезней. И с любым диагнозом и лечением надо было быть очень осторожным. Если случалось какое-то заболевание, значит, это говорило о нарушении закона космической эволюции. Да, дорогие мои, вот так высоко, высокопарно и глубоко. Надо было заниматься очищением. Нежелательно было употреблять мясную пищу. Человек со знаниями однозначно. Человек знающий, человек умеющий, человек владеющий, человек подчиняющий себе всё, что вокруг происходило. Это человек с талантом актёра и в основном комедийного, именно комедии. Человек, всё доводящий до абсурда. Он видел мир перевёрнутым. Это человек, скажу в кавычках, без стержня, который мог возомнить себя венцом творения. И тогда его путь мог быть жалок и низок. Я не буду судить и говорить, что он стал жалким и низким. Я говорю, мог быть жалок и низок, не мне судить. Он мог дойти до полного цинизма, разрушения. Он запутывался в своих иллюзиях и начинал уже, чтобы выбраться из попадания в этот иллюзорный мир, мог не щадить ни правого, ни виноватого. Это высокие люди, высокий человек, то есть индивиду, идущий по высокому пути. Это тип, должен был быть тип чистого зеркала. На нём могли проигрываться многие низкие и высокие программы. Матрица говорит о том, что человек, а именно Табаков, Олег Табаков, с рождения был нездоров, но его по судьбе ждало богатство. То есть здоровья нет, но человек должен был стать богатым. Давайте я не буду здесь отделять богатство, таланта, актёрские вот эти роли. Вообще в целом богат. Я имею в виду ещё и деньги. Он стал или же должен был быть умным, трудолюбивым, уважать других людей. Самое главное, что он не должен был себя считать абсолютом. В перспективе его ждал, ждёт, я уже так буду говорить, крах, иллюзий и одиночество. Ему свойственна непредсказуемость, меткость слова, владение живым знанием. Очень много было завистников. Это человек, который ощущал себя по жизни всегда сидящим на троне, требовал внимания, все должны были его слушать, почёт любил, что иногда покупалось неким богатым угощением. То есть я думаю, что он накрывал столы, ну или стол накрывал, приглашал людей, и, так сказать, долго-долго о чём-то разговаривал. «Разговоры» говорил, немножко такое неправильное выражение, но в данном контексте оно будет правильным. Этот человек всегда был щедрым, но себя тоже не забывал. Его дела шли как бы сами собой. Он настолько был самоуверен и умел гипнотизировать окружение. То есть этот человек такой гипнотизёр по своей энергетике. Хотя я уже ранее сказала, что энергетики или же энергии особой у него не было. Он был болезненным. Всегда для него было важно, чтобы был кто-то, кто его боготворит. Иначе появлялось чувство собственной ненужности и даже могла развиться жестокость. Обладал необыкновенной изобретательностью, силой, решительностью, царственностью, организаторским талантом, свободолюбием. Стремился к независимости. Его нельзя было к чему-либо привязать. Даже и пробовать не надо было. Было бы тогда много шума. Подчинялся он мог только по своей доброй воле. Что касается свободолюбия, то здесь трудно очертить или же обозначить некие рамки. Человек высокомерен. Кстати, это для него, как ни странно, естественно. Вот так и есть. А ведь это и не скажешь. Вот я сейчас сделаю матрицу, и я не могла подумать, что Олег Табаков таков. Да, дорогие мои, это очень высокомерный товарищ. Повседневные заботы для него были слишком низменны, но он охотно отвечал за свои поступки, брал на себя ответственность, ну и, конечно же, отдавал приказания. Вот он родился на троне. Он родился быть приказчиком. Щедр, мог защищать не только себя, но и кого-то ещё. Конечно же, он себя переоценивал, но в то же время от него исходил некий необычайный авторитет. Он умел производить впечатления, слова, жесты широки. С ним трудно было спорить, он всегда прав. Гордость мешала сразу изменить, если было ложное мнение, сразу изменить. Он его потом менял, но сразу он... Слишком много было гордости. Потом он его мог менять сколько угодно по собственной воле. Храбрость есть, любил наслаждаться жизнью. Работать не любил почему-то, но ведь актёрская работа – это труд. Но лень его была, если он ленился, она была величественна. Вы знаете, он находился в такой позиции работника, когда он делал это, даже если он делал это с ленью, ну, как в таком понимании лень, это тоже было величественно. У него получалось играть хорошо, красиво, чтобы раскрываться как актёру, даже будучи ненастроенным на некую отдачу. Ну, вот я в это мало верю, но вот это есть. Может быть, вы что-то, дорогие мои, можете добавить, дополнить. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ярко выраженная гордость. Обиды он прощал, но не забывал. Ну, критику, естественно, он не переносил, но обладал очень хорошим чувством юмора. Жизнь ему давала постоянно высокое положение, и это высокое положение он занимал хотя бы раз в жизни. По-видимому, здесь идёт указание на должность руководителя театра. Работа связана с кропотливым трудом, но не для него. Ему нужен был помощник. Как раньше говорили, адъютант. На переговорах был великодушен, щедр, в мелочах всегда мог уступить. Человек был окружён льстецами, которых не мог рассмотреть. Очень много было вокруг врагов, которые его окружали. вообще был человеком гордым, и я бы сказала, сугубо индивидуалистичным. Стремился быть выдающейся личностью, проявлял себя на пределе возможностей, добивался признания и высокой оценки всего того, что он делает. То есть ему нужна была не просто похвала, а некое признание. Ему надо было оставить печать своей личности на всём, что он делал. Ну и, конечно же, по жизни идти своей дорогой, блистать, проявлять себя творчески и быть на капитанском мостике. Я уже ранее сказала, человек родился на троне. Всё, трон, и если даже присутствовала некая лень, то были всегда люди, которые за него что-то делали, по его указу или ещё что-то. Так, что же ещё? Конечно же, преувеличенное мнение о себе, желание многого достичь, бездисциплинированности и размышлений, и много было необдуманных поступков, неумного оптимизма, и этого надо было остерегаться, надо было развивать свою личность. Он был щедр, без разбора, но очень часто с задней какой-то мыслью, то есть я тебя озолочу только потому, что мне там надо то-то, то-то. Опасны для него были по жизни непоседливость и любовь к переменам. Я уже ранее сказала, что брак для него он не приспособлен для брака. Это человек любвеобильный, как я ранее сказала, поэтому слушайте и анализируйте. Интуиция хорошая, причём тонкая, чувственная интуиция, он этой интуицией обладал, и интуиция, она каким-то образом сочеталась с музыкой и давала некие творческие способности с некими научными успехами, то есть было ещё у него некие были успехи на научном поприще, вот этого я не знаю. Друзья мои, если кому-то что-то известно, пишите, не ленитесь. Он, ему было дано и постоянно с жизнью, с каждым прожитым годом, пятилеткой, то есть вот в таких вот размерах, семь с половиной лет, у него увеличивались возможности не только познания природы, но и жизни, то есть он постоянно на некие периоды смотрел по-разному. Это было, с него бы получился великолепный врач, понимающий природу заболеваний, и он очень хорошо понимал все свои болячки, но, к сожалению, низкие программы, они, ну, он не хотел ничем жертвовать. Он сочувствовал чужому горю, помогал другим. Это хороший учёный, специалист в разных областях, с него мог бы получиться даже очень хороший специалист. У него очень мало было свободного времени, постоянные заботы, большая семья. Он умел добиваться многого собственными руками и головой. Видите, как интересно идёт и лень рядом, и талант, и умение добиваться, и человек родился для всего этого, чтобы всё получалось, так как я вам даю. Он родился на троне. Человек такого огненного темперамента, импульсивный человек, подвержен эмоциональным взрывам. Странно, внешне не скажешь, глядя на какие-то интервью. Да, в фильмах где-то это всё проявляется, причём оно проявляется, вот я сейчас об этом говорю, и слышу, как он говорит, и у него срывается голос, и он шипит, как бы, да, сипит. Он проявляет себя непосредственно, открыто, так что никому не надо гадать, каков или же каковы его подлинные чувства. Он не любит демонстрировать свою слабость, или же потребность в поддержке, в утешении, в заботе, очень часто нетерпелив и сам даже не только сам собой к себе нетерпелив, но и с другими людьми, то есть он мог выходить из себя, злиться, терпеть не мог эмоциональное иждивенчество, но и сам не любил, конечно же, нытиков. Детство его находилось под угрозой, какие-то природные катаклизмы могли быть в жизни, ну, что-то такое могло случиться в детстве, он мог пострадать, и вообще по жизни он вынужден был сталкиваться с испытаниями, состраданиями, с какими-то злоключениями, это как некое искупление деяний своего далекого-далекого прошлого, это надо уже смотреть кармические какие-то развязки, скажу так, что судьба Олега Табакова была, то есть по судьбе ему было предначертано, чтобы жить, ну, и, конечно же, преодолевать препятствия, если он просто живет, преодолевает препятствия, он становится мудрым советчиком, проводником для своих, сказать, собратьев, ну, единомышленников, может быть, это некая расплата, то есть он должен был вести за собой людей и отдавать им свои знания, свою энергию, защищать их, то есть направлять, это некий серый кардинал и закулисный деятель, который дергал за веревочки и управлял другими людьми, театр, да, но здесь и идет указание буквального такого дергания за веревочки, он мог пользоваться людьми не только на сцене, но и в обыденной жизни, это великий комбинатор, кукловод со стратегическими способностями и даже, я бы сказала так, человек, который, может быть, в таких вот опасных ситуациях мог просто отсиживаться в тени, с него бы получился хороший шпион, да, шпион мог бы быть хороший, про которого никто ничего не знает, то есть он умел скрываться и быть незаметным, он много делал чужими руками, ну, были люди, высшее образование, да, знания ради почета, карьера, выгода, организаторский талант, дальновидность, ловкость в обхождении с великими мира сего, он умел, знал, как с ними общаться, связан со средствами информации, печати, издательства, преподавания, ну, сцена, актерство, это все тоже есть. Ум, конечно же, аналитический и практическое мышление, то есть он очень хорошо, практическое мышление, это когда человек в состоянии додумать или же надумать какие-то ходы, выходы, какие-то идеи, чтобы получить некую выгоду. Ну, не обязательно для себя, например, для театра. Человек, который настаивал на мельчайших деталях, ему нужен был упорядоченный окружающий мир, эффективные методы работы, человек красноречив в устной и письменной речи, в принципе, это можно было и не говорить, но это, оно просто, знаете, пульсирует, как кровь бьет в венах, вот так вот красноречие, устная и письменная речь. Для него это было как морзе-азбука. Они ложились строчки на чистый лист бумаги, как будто поминовению палочки. Интерес к исследовательской деятельности, математические способности, я скажу так, расчет шансов на выживание, острая наблюдательность, критичность, но опасность воркотни и ограниченности угла зрения. То есть, он мог ворчать, вот такой, знаете, какие старые люди ворчать, вот как код матроскин, кстати, что-то такое похожее. Человек дотошный, станет отделывать то, чем занимается, пока не получит вот такой, чтобы оно аж блестело, чтобы было так, как надо. Очень четкий, логистический, или же и логистический, и логический, и аналитический ум, способность к работе, которая требует или требовала скрупулезного внимания к деталям. Вообще, у него была идеальная организация. Вы знаете, очень интересно настолько ложится информация в прошлом времени. обычно, когда делаешь человека ушедшего, всегда спотыкаешься на то, что был, есть, будет. Здесь четко человек закончил свой жизненный путь, и, как говорится, уже все. Что было, то было. Прочно стоял на земле прагматик. Так, в чем его сила? Его сила в точности мышления, в аккуратном мастерстве, во владении техническими какими-то навыками. Если работа, выполняемая людьми, с которыми он вместе трудился, не соответствует его высоким критериям, то он начинает критиковать, настраивается критически, и, кстати, может очень долго напоминать о какой-то некачественно выполненной работе. так, что интуиция, очень хорошо работала интуиция, мог и занимался исследованием, исследовал новые области мышления, было у него естественное понимание энергетических процессов, то есть он понимал, что такое энергия, экспрессия, ему это было дано, кстати, это дано очень многим актёрам, привлекали естественные и оккультные науки, самое интересное, что его естественное сознание гармонировало с универсальным, и это ему не было чуждо. У него даже были внезапные озарения, это тоже нормально для творческих людей. Проснулся и написал там что-то такое, или же поставил какой-то спектакль. Гениальные способности в специальных областях, но, к сожалению, он был слеп к вещам, не интересующих его, то есть некая стояла блокировочка. Он интересовался астрологией, было научное понимание оккультных принципов, то есть оккультными науками тоже он интересовался, он не был привязан к каким-то традициям, делал свои выводы независимо от общепринятых каких-то навязанных может быть или каких-то уже оговоренных, закрепленных каких-то пониманий или же понятий, поэтому он определял свой век во взглядах на жизнь, у него были свои взгляды на жизнь, свои идеи выражал конечно же оригинально и естественно драматично, у него была феноменальная память и способность оратора, кстати, он мог бы заниматься электроникой или ЭВМ, вот это каким-то образом связано, ему давались, это некий такой человек, обладающий ясновидением и всеми предчувствием, всеми теми вещами, к которым стремятся многие люди и только могут вершки собрать, и то просматривая или же читая какие-то книжки, был очень подозрительным и по жизни занимал оборонительную позицию, было много конечно же интриг, коварства, кстати, человечек был такой коварный, он очень хорошо ощущал, понимал порочность заблудшего мира, который действительно мог бы стать Божьим Раем, он об этом очень много думал, ему это было дано, ну конечно же не в молодости, а уже в более зрелом возрасте, и он это всё понимал, что именно Земля может быть или же стать Божьим Раем, где люди могли бы быть честны, добры друг другу, он не должен был позволять окружающим втягивать себя в какие-то рискованные предприятия и во всевозможные формы азартных игр, ну азарт может быть это и со сценой связано, может быть он где-то ещё в карты, кстати, вот почему-то карты идут, что он мог играть в карты, ну как они там эти игры называются, картёжные, я уже не знаю, вообще человек идеалист в душе обладал достаточными пророческими способностями и он, но это было для чего он эти способности использовал, чтобы предвидел то, что может произойти. Почему, почему именно вот здесь такой поворот с работой, с пророчеством? Матрица указывает на то, что это было неким состраданием со стороны кармических узлов, вот здесь, дорогие мои, не полезу разбираться, потому что здесь надо было бы просто выключить, скажем, запись и разобраться, но это некое сострадание со стороны судьбы, то есть она ему сострадала и давала вот этот дар, я надеюсь, что я понятно объяснила, и вы разберетесь в этом всем. Так, много было испытаний, надо было испытывать и некую аскезу, и бедность была, и была необходимость на всем экономить, так, как говорят, затянуть пояс, в общем-то, тоже он испытывал или проживал образ современного человека, но зато у него ему была дана возможность добиться поставленной цели, все, чего он хотел, или же какие цели он перед собой ставил, он всего добивался. Чувства строго и критично анализировались, но это, к сожалению, уже я бы даже его жизнь разделила на четыре этапа, так вот, наверное, в четвертом этапе это очень сильно уже и строго и критично анализировалось. Что касается брака, я уже говорила, что он не приспособлен, но он был, даже находясь в браке, простите меня, пожалуйста, все-таки это матрица, давайте я скажу так, я предполагаю, чтобы уже никого не обидеть и не навлечь, скажем, какие-то критические замечания, я предполагаю, что, находясь даже в браке, он чувствовал себя холостым, как говорится, я не замужем, у него были очень велики требования к партнеру, я бы сказала, даже завышенные, было природное чувство любви к порядку, чистоте, он предан и верен был тем, кого любит, но, к сожалению, обходиться без эмоциональных всплесков он не мог, он мог быть верным, но в то же время он свободный, ему некогда, ему надо идти воевать, так сказать, на поле культуры, созидать что-то, снимать и так далее, он мог быть своего рода, даже слугой своего любимого человека, если это действительно было, знаете, чувство, во-первых, всем известно, что чувства живут какой-то период времени, что касается брачных вот этих ус, я знаю, что у него было несколько браков, то через какое-то время он чувствовал себя уже несвободным, то есть он вроде как бы он и стремился к браку и шел на этот брак, хоть нехотя, но были попытки или же браки были и такого осознанного, осознанные поступки или же вступление в брак, но а по молодости это для него была некая такая клетка как бы, но на первом каком-то этапе, на этапе влюбленности, да, он мог быть слугой своего любимого человека, это, дорогие мои, что есть, то есть, но видите, у него вот это все, что сейчас я пыталась вам объяснить по браку по любимым людям, да, и о том, что он как бы холост, как говорится, он не замужем, будучи в браке, это для него такой очень сложный проект по жизни, но в нем каким-то образом он пытался, скажем так, уживаться по жизни, я знаю, что были у него ситуации с семьей, с детьми, но все равно он имел по жизни поддержку родственников, блат, полезные знакомства, и по судьбе, по матрице судьбы его жизнь связана с богатством и деньгами, у него очень хорошее родовое древо, чтобы вы понимали, что это связано с кармой рода. Агрессивность, да, он выходил из себя. На что хочу обратить внимание, так это на то, что в начале жизни удача, успех, а потом разбитые надежды и крах. Как это понимать? Как это понимать? Я даже вот на сегодняшний день в свете всего того, что вокруг его имени происходит, а я напомню, что имя его назвала сама жена Марина Зудина после откровений Елены Прокловой. Поэтому я даже разбитые надежды и крах. Вообще человек противоречивый, именно противоречивый характер. он по жизни метался, никак не мог себя найти, это в начале особенно, такой непризнанный гений, постепенно теряющий великолепные возможности, с которых начинается его жизнь. Очень много было искушений, большое количество вариантов выбора, но страшная путаница, масса каких-то мешающих мелочей в таких личных взаимоотношениях. Человек оптимистичный, общительный, любил светлые стороны жизни. Более того, я могу его охарактеризовать как личность, личность честная, доверчивая, приветливая, благосклонная. Поэтому он был популярен и любим. Тяготел к делам, связанным с общими фондами, финансами, страховками, какими-то завещаниями, ну и, конечно, интерес к оккультным наукам. Мистическая сторона религии, мистическая сторона религии его очень сильно привлекала. Человек был бескомпромиссный, готовность спорить, бороться. Отсюда и были тайные враги. Любил крупные дела, борьбу за социальные задачи. Смотрите, как интересно. Любовь к крупным делам и борьба за социальные задачи. Он был уверен в своей абсолютной правоте, за убеждение мог пойти на смерть, если загорался, то, как говорится, погасить или остановить было сложно. Что касается наследства, мог получать наследство в знак благодарности. Возможно, по жизни были, скорее всего, что были судебные разбирательства, были неверные вклады денег, попытка использовать оккультизм в личных целях. Хочу сразу же здесь отметить, что, дорогие мои, не говорите, что этого не было. Во-первых, вы не можете этого доказать, так же, как, в принципе, доказать и я не могу. Но об этом есть упоминание, есть указание на это. Мы все в этот мир приходим со знаниями. У кого-то они больше, у кого-то они меньше. Так, по болезням не буду ничего говорить, потому что не хочу. Хочу отметить только то, что каких-то особых навыков у него не было. Это практические какие-то навыки, которые он нарабатывал по жизни, его живое воображение. Опять же, отмечу, что особенно это проявлялось в области религии, философии, изобразительного искусства. Слишком много было эмоций в делах, связанных с зарабатыванием денег и творчеством. Именно творчеством и попыткой понять этот мир, заглянуть за какие-то запредельные стороны всего того, что происходит, или же, а что там дальше, или что там может быть. Поэтому не хватало, конечно, у него дисциплины, практического ума в этом направлении для проведения в жизни каких-то альтруистических представлений. Именно вот все, что связано с мистицизмом, с ясновидением, с эзотерикой, вот эти все вопросы, они ему были интересны, но таких навыков не было, он варился как бы в этом всем сам, насколько это возможно. Ну, что, дорогие мои, Матрица указывает на Олега Табакова как на человека, которого судьба наделила властью над окружающими, однако обстоятельства могли заставить его подчиняться силам более могущественным, ежели он сам. И были ситуации, когда его могли вынудить променять самое дорогое, что у него было, на некие внешние преимущества, но те люди, с которыми он вступал в соглашение, конечно же, знают цену вот этим каким-то, за то, за что он платил. У него была редкая своеобразная жизнь, но он не из тех, кто абсолютно был свободен. у него была некая ответственность, но я бы о нем сказала так, что это некий робототорговец, продающий красивую женщину на восточном рынке. и женщин у него было много. Было их много, но была цель, была некая должность, то есть были некие обязательства, и у него по матрице прослеживается ситуация, когда он вынужден был отказаться, вот все то, что я выше вам говорила, как бы понятно, непонятно, сейчас я пытаюсь вам немножко это все объяснить, когда он вынужден был наступить, как говорится, в своей песне любви на горло и отказаться от любимого человека. У него это было. Человек щедрый, яркий, дар убеждения, большие связи, но вот почему-то вот эти большие связи, умение разговаривать с высшими мира сего, оно у него как бы идет красной нитью по судьбе. Человек, обладающий большой силой, мощным характером, и опять же, повторяю, все время указывает, он умел пользоваться покровителями, и он благодаря этим покровителям он делал великолепную карьеру, но он не умел удержать некоторые моменты в личной жизни, в карьере, поэтому были падения с достигнутой высоты, то есть где-то с какого-то пьедестала достигнутого все-таки он падал, терял ступеньку карьерную, возможно. Кстати, у него могли быть даже раны и телесные повреждения, то есть куда-то он все-таки может быть на съемках, может быть еще где-то. Очень для него было тяжелой обязанностью это отношение со своими детьми, трудные роды, может быть он, у него были трудные роды, вот здесь еще что-то связано с трудными родами, у него все время есть, это идет тоже прослеживается, очень много и упорно занимался каким-то видом спорта или же работал творчески, но работал творчески я знаю и мы все знаем, а вот по спорту я что-то далека от этого, поэтому пожалуйста пишите, что было близко из спортивных каких-то упражнений или же направлений для Олега Табакова. Чего надо было? Ему надо было научиться расслабляться и просто радоваться жизни, остальное ему дали бы, ему судьба, ему уже по матрице, по судьбе предначертано, как я уже не один раз повторяла и еще раз повторю, человек родился на троне, человек такой, знаете, любил все-таки работать за кулисами, в клиниках мог работать, а за кулисами режиссер, режиссер, но здесь еще и идет указание на то, что мог, знаете, такая какая-то закулисная деятельность, мог где-то что-то управлять кем-то, ну, например, закрыть кому-то дорогу в кино или в театр или еще что-то, мог использовать скрытые средства, чтобы удовлетворять честолюбие, мог попадаться и в ловушку других людей, и это могло отразиться на репутации, но есть указание на общественные скандалы, и даже общественные скандалы, это ладно, но человек страдал манией преследования, он испытывал некий комплекс мученика, и это давало психологические некие отклонения, и прежде всего здесь связано с детством подозрительность, кислоэфизиономия, болезненность, беспричинные страхи и подсознание прошлых воспоминаний, что отложило отпечаток на отношения с людьми. Некая пугливая сдержанность вызывала недоверие людей, то есть он был пугливо сдержан, может быть, ему надо было научиться прямо душу, прямо душу и откровенностью в обращениях с людьми, так как открыто оговоренный конфликт, дорогие мои, вот для тех, у кого много конфликтов по жизни, открыто оговоренный конфликт считается устраненным. Кстати, это не очень-то легко и оговорить это все, ты еще попробуй заставь человека обсудить вот этот конфликт, да, но в худшем случае у него есть указания на хитрость, на коварность, его самого обманывали, он обманывал, я уже говорила, что использовал скрытые средства, мания, преследование, вообще психологические трудности были и они сидели настолько глубоко, что они даже не поддавались ни диагностике, ни лечению, и это связано с бездуховностью, с его бездуховностью или с бездуховностью по отношению к нему, я не буду в этом разбираться, поэтому это долго, это время личное, очень много было личных любовных страданий, зрелая любовь мужчины, здесь идет зрелая любовь, зрелая любовь через личность, как бы она проходит, это некая серьезная человеческая симпатия, терпеливый, некий миролюбивый такой центр созидания в его жизни, гармонии, конечно же, это давало и нарушение гармонии, но вы знаете, здесь идет личная гармония в каком-то, нужна была вернее концентрация его, как мужчины, на гармонии в каком-то определенном возрасте, и вот оно каким-то, какие-то неизвестные боли, проблемы информационного характера, водные какие-то проблемы, я думаю, что это связано со здоровьем, с водным обменом, но самое главное, что у него прослеживается, то есть в будущем, проживая свою жизнь, он должен был какой-то разочаровывающийся, разочаровывающийся, как же сказать правильно, была ситуация, которая разочаровала его в молодости, то есть это некие были отношения, это была некая попытка отношений, и здесь, конечно же, было очень сложно, поэтому он должен был научиться на основе вот этой ситуации или на примере ситуации, которая у него была, выстраивать отношения по жизни дальше, то есть это была некая, как некий урок, к сожалению, он не смог в этом разобраться, это было больно, это была боль, это была психологическая травма, которая была глубоко где-то там захоронена в глубине души, и на которую наслаивались похожие какие-то поступки, здесь очень сложно даже у вас спросить, чтобы вы что-то написали, или если у вас есть возможность, или вы знаете что-то, но это некие, может быть, партнерские отношения, может быть, это парень, мужчина-женщина, парень-девушка, но вообще по жизни это прежде всего именно связано с женскими какими-то вещами, он обладал телепатическими способностями, а эти телепатические способности проявлялись в восприятии настроений и чувств, он чувствовал настроение и чувства людей, то есть, понимаете, он очень хорошо считывал вот эту информацию, что еще он мог восстать против каких-то условностей и ограничений и кстати, он выбирал всегда необычного эксцентричного не вписывающего не вписывающегося в общие рамки для себя партнера ну, Марина Зудина очень молода для него там очень там огромная разница в возрасте вот вам пожалуйста хочется знаете, что еще отметить хочется отметить что человек мог быть связан с уголовным миром мог стать жертвой преступления и даже ну, если это и было то это я думаю было где-то в далекой молодости но к этому он был причастен каким может быть втянут куда-то может быть это какие-то дворовые ребята вот эти вот сборища которые были раньше что касается влюбленностей что касается каких-то отношений друзья мои их было очень много и это действительно человек интересный талантливый любвеобильный изобретательный умеющий красиво разговаривать красиво убеждать и нравится он нравился женщинам и я здесь не вижу ничего противозаконного плохого единственное что меня как-то не совсем устраивает в этой матрице так это то что в конце жизни падение с высоты падение с высоты в конце жизни то есть в целом жизнь заканчивается падением с высоты я знаю что Олег Табаков ушел будучи руководителем театра уважаемым человеком ну давайте подождем давайте подождем как сложится жизнь как сложится ситуация в мире искусства насколько будут интересны и честны актеры по отношению к своему метру ну поживем увидим дорогие мои приношу извинения за долгий материал за может быть где-то какие-то мои пыканье мыканье не не буду ничего вырезать не буду ничего как говорится проверять контролировать что есть то есть пожалуйста подписывайтесь ставьте лайки пишите ваши комментарии пишите о ком бы вы хотели узнать я делаю анализы матриц только тех людей на жизни которых есть чему поучиться чтобы или дабы избежать каких-то ошибок ну хотя бы каким-то образом их смягчить смягчить в жизни нашей или же в жизни наших детей дорогие мои берегите себя и тех кто рядом я желаю вам добра мира достатка и благоденствия с вами была я Зоя Клемек удачи